Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вы всегда можете рассчитывать на получение свежих новостей, а еще что самое главное, анонсов того, что будет в нашей игре происходить. И вот стало известно, что конкретно разработчики ребаланснут в следующем обновлении, которое будет уже ориентировочно через месяц. Если в предыдущем ребалансе разработчики взялись за конкретные танки, то в этом обновлении они собираются ребаланснуть такие вещи, как снаряжение, ну и, соответственно, оборудование. Те вещи, которыми мы улучшали свои танки на постоянку, либо временно. Так вот, ребят, какие именно изменения будут внесены, я вам сейчас расскажу. Ну а если вы хотите увидеть это все в виде текста, для того, чтобы не путаться и не теряться, и хотите посмотреть что-то конкретное, то переходите по ссылке, которая есть в описании, в мой дискорд сервер, регистрируйтесь, получаете доступ ко всем новостям нашей игры, ну а в частности в разделе в разработке найдете соответствующую информацию. Ну что, друзья мои, погнали! Что конкретно меняется в снаряжении? Ремкомплект увеличивается перезарядка на 15 секунд. Аптечка станет бесплатной и уменьшится перезарядка тоже на 15 секунд. Автоматический огнетушитель станет бесплатным, что я лично считаю очень крутым, и уменьшится его перезарядка на 20 секунд. Универсальный восстановительный комплект. Перезарядка увеличится на 10 секунд. Такое новое снаряжение, как бесплатный форсаж, будет добавлен ко всем танкам. При его активации вы получаете 10% мощности двигателя, 10 секунд длительность и 70 секунд перезарядки. Форсаж. Его решили тоже изменить. Длительность уменьшится на 3 секунды, ну а перезарядка уменьшится на 10 секунд. Улучшенный форсаж будет давать на 5% меньше к мощности двигателя, на 1 км в час меньше к максимальной скорости вперед и на 2 км в час скорости движения назад. Перезарядка уменьшится на 25 секунд. Адреналин. Бонус к перезарядке орудия уменьшится на целых 3 секунды и длительность перезарядки увеличится на 5 секунд. Калибровка прицела. Бонус к времени сведения и разбросу уменьшится на 10%, а перезарядка на 10 секунд. Вольфрамовые сердечники. Длительность уменьшится на 5 секунд, а перезарядка на 20 секунд. Ускоренная подача снарядов. Длительность увеличится на 5 секунд, перезарядка уменьшится на 10 секунд. Динамическая защита будет на 7% сильнее уменьшать полученный урон, ну а перезарядка уменьшится на 10 секунд. Длительность на 5 секунд. Что можно сказать еще? Помимо всего хорошего или чего-то плохого, решили внести изменения в отношении снаряжения по некоторым танкам. Так, лишаться некоторого вида снаряжения, пока без уточнения чего именно, такие танчики, как Black Prince, Corner One, Chimera, Chieftain MK6, Conquire, ну и FV215B. Что касается тех танчиков, которым что-то будет добавлено, опять-таки, что добавлено, пока неизвестно, но добавлено снаряжение будет в такие машины, как британские легкие танки, начиная с 8 уровня по 10 уровень включительно, японские и французские ПТ-САУ и французские тяжелые танки, начиная с 7 по 10 уровень включительно. Также сказали, что будут легкие ребалансные изменения в отношении АПА, кстати, а не НЕРФА, по четырем тачкам, таким как Т-44, ИС-3, Т-32 и СТА-1. Что это конкретно будет, пока не понятно, но сказали, что заранее предупредят и обо всем расскажут. Ну а теперь переходим к оборудованиям. Какие балансные правки вносятся именно в оборудку? Орудийный досылатель будет давать на 2% меньше к скорости перезарядки орудия. Калиброванные снаряды, финальный бонус к бронепробитию станет плюс 8% к бронебойным, 5% к подкалиберным, 13% к осколочно-фугасным и КС-ки получат плюс 13%. В отношении доработанных модулей перестанут увеличивать прочность топливных баков и боеукладки. Всего будет давать плюс 20% к прочности гусениц, а также плюс 40% к уменьшению повреждения тарана. Защитный комплекс. Шанс увернуться от ранения экипажа улучшится на 7%. Ну а в отношении подрыва боеукладки на 18%. Улучшенная оптика. Финальное увеличение обзора станет целых 11% для ЛТ, 8% для средних танков, 6% для тяжей и 4% для ПТ-САУ. Маскировочная сеть. Финальное повышение маскировки станет 2% для тяжелых танков, 4% для СТ, 7% для легких танков и целых 10% для ПТ-САУ. Причем, ребят, при неподвижности вашей машины в течение 6 секунд, простите, 3 секунд, бонус маскировки увеличивается вдвое. И здесь, ребят, вы уже будете получать дополнительно не 2% на ТТ, а целых 4%, 8% на СТ, 14% для легких танков и целых 20% для ПТ-САУ. В отношении улучшенной подвески. Здесь у нас добавляется плюс 20% проходимости по дорогам, плюс 15% по грунтам и плюс 30% проходимости по воде. В отношении улучшения вертикальной наводки, здесь у нас УВН вверх улучшается на 1 градус. Я лично считаю, что это несущественно, но большое спасибо, что улучшили, а не ухудшили. Усиленные приводы наводки. Сведение улучшится на 5%, увеличенный заряд. Скорость полета снаряда улучшится на целых 5%, ну а в отношении ухудшения бронепробиваемости с расстояния мы это дело все увидим в улучшенном виде на 10%. Усиленная броня. Бонус к бронированию вашей техники будет увеличен на 1%. Не существенно, но все равно приятно. Ну а улучшенная сборка улучшит к вашей прочности плюс 2%. Улучшенное управление. Бонус к скорости поворота будет увеличен на 1%. Подкрученные обороты двигателя. Финальный бонус к мощности двигателя станет 4% для средних танков и легких танков. 5% для тяжелых танков и ПТ-САУ. Стабилизатор вертикальной наводки. Бонус к точности при движении и повороте башни будет уменьшен на 3%. Господи, сбалансированное орудие. Бонус к точности будет увеличен на 5%. Усиленные шарниры ходовой. Сделаем более понятным описание. Я не знаю, что там более понятно можно расписать, но сам ожидаю для того, чтобы почитать это. Скорее всего будет что-то интересненькое. Ну и что касается ящика с инструментами, то бонус к скорости восстановления модулей будет уменьшен на 10%. Ну здесь я, честно говоря, расстроен. Система подачи снарядов. Бонус скорости перезарядки уменьшится на 3%. Ну а в отношении первоклассного снаряжения, то бонус к длительности такового увеличится на 3%. Вот такие вот балансные правки разработчики планируют внести уже в следующем обновлении. Ну а от вас я ожидаю комментариев с вашим мнением по поводу этих изменений. Повторюсь еще раз. Если вы что-то пропустили или что-то не поняли, переходите в мой дискорд сервер, в раздел в разработки. Ознакомливайтесь с полным списком балансных правок. Ну и пишите свое мнение. Мне будет приятно и интересно почитать. Побежал снимать следующее видео специально для вас. А вы, друзья мои, если за своевременность и честность, подписывайтесь на этот канал прямо сейчас, потому что нам с вами однозначно по пути. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok